Поводом для поездки в Голицыно стало коллективное обращение жителей поселения в общественную палату района. Здесь проживает почти 18 тысяч жителей и нет ни одного муниципального спортивного объекта, где люди могли бы бесплатно заниматься. Например, детей приходится возить в секции, в другие поселения и даже в Звенигород. Именно об этом шел эмоциональный разговор на импровизированные встречи жителей, общественников и представителей местной власти. Правильно, спорт должен быть доступен для всех. Нужен, конечно, бассейн, потому что, ну что это за город, если в городе нет бассейна. Председатель общественной палаты Захар Иванов жителей полностью поддерживает. Уж где-где, а в Голицыно муниципальные спортивные объекты должны быть. Иногда, вы знаете, бывает стыдно, что в поселении нет стандартного фока, куда могут прийти дети зимой, летом, позаниматься легкой атлетикой, каким-то спортом. Нет бассейна. Вы знаете, для такого красивого города, ну, немножко стыдно. Ну, вот, скажем так, глава городского поселения совместно с администрацией Одинцовского муниципального района прикладывает все силы, чтобы эту ситуацию исправить. Ну, в данный момент, соответственно, пришла очередь и нам, общественникам, подключиться к этой ситуации и ударить немножко с другой, с общественной стороны. Я так думаю, что вместе все, если мы хотим этого, действительно, мы горы свернем, и в городском поселении Голицыно появится свое спортивное учреждение. Муниципальное самое главное. Местная власть наличие серьезной проблемы прекрасно понимает. Поселению нужен и бассейн, и физкультурно-оздоровительный комплекс. И желательно не один. Одного фока недостаточно, мы должны это понимать. И спортом заниматься здоровой образ жизни. Не только для детей, но и для взрослых пример должен быть. Поэтому два как минимум на этой стороне, один на стороне на южной. Да, то есть у нас есть, освобождается место на молодежные возле школы. Сейчас мы как только демонтируем эти гаражи, то мы по проекту сделаем как раз место для проведения молодежи и занятий спортом. Сейчас поселение идет подготовка к строительству сразу нескольких спортивных объектов. Даже проекты уже готовы. Вопрос лишь в том, чтобы найти подходящие земельные участки и инвесторов. Скорее всего, строительство будет вестись в рамках частного государственного партнерства. По мнению главы поселения Александра Дудорова, отличная площадка под ФОК расположена на примыкании улицы Советской к Можайскому шоссе. На этом месте долгое время занимал место незаконный рынок. Поэтому мы его с помощью поддержки района демонтировали. И по генплану мы планируем здесь сделать ФОК. У нас здесь сам Бог велел заниматься рукопашным боем. Так как у нас пограничный институт и у нас много ветеранов, скажем, те, которые могут использовать себя и воспитывать молодежь. А бассейн и всесезонное хоккейное поле должно по планам появиться во дворе дома номер 60 по улице Советской. Как раз там, где проходила встреча общественности и представителей власти. Мало того, в следующем году должен преобразиться и пруд на реке Веземки, где жители Голицына с удовольствием проводят время. Мы уже давно к этому идем. Мы вошли в программу губернатора парка Подмосковья. Мы выделили средства из бюджета, сделали проект, он уже готов. А на следующий год мы планируем с помощью областных денег и бюджетных денег уже приступить к благоустройству этого парка, нашего парка. Там будут и спортивные площадки, и детские площадки. Он будет в исторической тематике. Мы очень этого ждем. И будет, скажем, набережная с фонариками, с лавочками, с фонтанами. Поэтому процесс идет. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.